Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня, как всегда, ежедневный влог. Влоги сейчас у нас пока что сдачи. Сегодня, наконец-таки, хорошая погода. Ванек у меня, смотрите, весь в страхе. Ванек, что ты боишься, расскажи. Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что у нас весь дом на сигнализации, и мы сейчас хотим проверить, работает она или не работает, и открыть без... Нет, ну а что тут такого-то? Вот, все работает. Вот Ваня и боялся, что сейчас заработает. Потому что мама что-то вчера говорит, что-то мне кажется, что не так. А Ваня, как всегда, он вот знаете, то, что делаешь, то, что нельзя, он всегда почему-то боится. Проверили охрану. Вань, ты что боишься, что тебя сейчас сдачи выгонят, Вань? Я не могу, у меня, Вань. Чего же он у меня такой? Как всегда, бегом за игрушки. На, вот эту вот отнеси. Я сейчас хочу здесь немножко разобраться с посудой. На, Вань. Кому что? Ты на пустом пространстве. А я бы нашла эту микроволновку. Ну, это наша старая, с Андреем, микроволновка. Не знаю, рабочая, не рабочая. Хочу сейчас ее проверить, чтобы в дом раз за разом не ходить. А это что у нас тут, окраску какую-то здесь. А, это Иван. Лизун, кстати, вот это. А подожди, я там во вкус Вилли что-то купила, вкусный. Оксана Доширак. Я его сто лет не ела, если не зажжу. Покупатель взял Доширак, и я поняла, что у меня не хватает Доширака. Так, а вот шезлонг я себе купила. Сейчас буду шезлонг. Шезлонг сейчас тоже поставлю. И проверим сейчас микроволновку. Я вчера тоже же ничего не готовила, поэтому во вкус Вилли уже продается готовая еда. И я взяла. Ну, вкус Вилли вообще не шотко? Ну, вкус Вилли, во-первых, ну, как более-менее цена нормальная, адекватная. Ты, если ничего не готовил, в принципе, как бы... Хорошо, пожалуйста. Мне нужно покрасить и подстричь. Очень приятно. Я купила вот сюда на стол, видишь, эту? Клееночку. Клееночку купила на стол. Вот такую вот. А я люблю, чтобы все было красиво. Что купила я? Я купила себе брокколи вот такой. Купила на всех блины с семгой. Ну, по одной штучке как раз всем хватит. И купила вот гречку, думаю, можете гречку, если ты хочешь. Купила творог, потом уже на после обеда что-то уж нужно кушать будет. Сметану. Ванюхи булки. Так. И купила Ваня борщ. Вот такой вот вегетарианский. Ну, Ваня-то у меня любитель. Ну, и хлеб, соответственно. Вот у меня во вкус вилл. Как бы такой быстрый. И обед, и ужин. Ну, сейчас Юра вернули же. Доехали до дома. Ты говоришь, все взяли, все, все взяли. Только подъехали к дому. Юра, я джинсовку с ключами. Ну, со всеми домашних машин забыл. Я бы зато поешь. Нет, утром заказ, все, надо необходимо ехать. Приехали сюда. А ты мне дочь? Значит, дали джинсовку и полили виноград. Сейчас пойду посмотрю виноград. А, я клипсы, кстати, купила для винограда. Ну, а что ты украинский взяла, а не вегетарианский? Ух ты! Да, батюшки ты, боже мой. Один раз вегетарианский, другой раз украинский. Какая разница? У нас Ваня, видите, любитель борща. Любитель, а я не успела. Так, купила ему вот такую вот фикс прайс и биту. Ну, открывай, попробуй. Но она мягкая. Она мягкая, безопасная. На даче самое оно. Сегодня стало было объяснять, для чего биты. Он сказал, мама, я что, не знаю, для чего биты, что ли? Ну, давай попробуй, по мечу-то попади. Главное, не по пальцу. О, молодец. Все, в бейсбольную команду тебя можно принять. Это мне, а это клипсы, вот, подвязывать ветки. А то, мама, у меня вчера эти тряпочки завязывала. Мы вчера, видите, тряпочками вот это все завязывали. А чтобы вот так вот тряпочками не завязывать все вот эти кустики, цветочки, есть вот такие вот клипсы. Купила сегодня вот эти клипсы. Еще. Хочу сейчас виноград вон там подделать. А ты куда это хочешь? А, ты будешь накрывать, да? Да, да. Сегодня у нас день теплый. Завтра обещают уже у нас похолодание. Вот они, видите, все с тряпочками. Какие-то с прищепками, а какие-то с тряпочками. Это дело не в похолодании, Лена. Дело в том, что дождь побьет, понимаешь, и они полягут. А как же им же дождь-то тоже ж нужен? Ну, когда они укрепятся. Когда укрепятся, им это не страшно будет, понимаешь? Так, вот это циния. Я вчера сажала, а то я так толком и не озвучила. А вот это так, что-то, я тут название... Вербена. Вербена. Львиный зев, вон, жёлтый. Нет, вот этот я вчера мы сажали. Сальвия. Сальвия, вот. Всё это слово забываю. Сальвия. Сальвия. Так, и нам вчера уже попозже вечером привезли виноград. Мы его вкопали. Вот эта вот сухая коряга. Вот эта вот сухая коряга, это виноград. Видите, аккуратненько смотрится. Они, конечно, вот, ну, не крепкие. Но для веток, там, вот, для вот этого всего, как раз-таки достаточно. И вот к забору. Хотя, честно, вот, мне кажется, что из этой коряги, ну, ничего не вырастет. Потому что на ней нет ни единого, ни листочка, ничего. Не знаю. Стринная погода, поэтому как раз пузыри должны нормально летать. Попробуй. А что ты делаешь-то? Так а зачем ставить? Их же окунать надо постоянно, Вань. О, я же говорю, ветер сейчас как раз будет большим. Я нахожусь летит в мою копту. Лен, так вот, вспоминай, тебе было 8 лет, когда мы ездили в Брянск. Ну, ты была вообще бесстрашная. Мы с тобой все старые... Я помню, где мы только с тобой не лазили. Мы потеряли ручьи, мы потеряли обувь. Мама купила Лене ботиночки, ну, не ботинчики, сандалики. Раньше с обувью дефицит было. И мы с Леной по каким-то ручьям, в общем. И у Лены скачал этот тапок, как всегда. Ну, там что-то какое-то течение бурное было. Там такое, да, течение. И этот тапок висел, значит, на каком-то суку. Уже дедушка Царство Небесное пошел с нами искать. Я думаю, я спасена. Не, я домой пришла босая. Мама не поняла, почему я босая. Уходила на ров... А, оказывается, у нас... Ну, вот такие. Я была бесстрашная, да. А Ванька, он у меня как-то... Вы ничего не боялись никогда? Он, наверное, это... Меня компенсирует, скорее всего. Ну, говорят же, дети, они четко противоположны родителям. Вот, видимо... Видимо, для того, чтобы я поняла, что бывает еще и по-другому. Так, ладно, я себе вот эти брокколи разогрела. Вань, тебе борься разогревать? Нет, нет. Пока. Пока не хочешь. Ну, только я не пойму, я его правильно... И мне кажется, что я как-то что-то неправильно сделала. Или правильно. Нет, ну, будет больно. И все, что Коша не делает? Да вот я не пойму. Может быть, его вообще в другую сторону как-то ставить. Ну, ты что? Ну, как, Ваня, сядь, когда ты... А в другую не получится никак. Вот эти вот палки, не на палках не стоять ли? Или это подлокотники? Ну-ка, Вань, сядь. Я не вискну, потому что боюсь сломать. Да нет, ты не сломаешь. А почему он до конца не делается? Ну, этот... Он под дождем, с ним ничего не будет. Можно еще и раскачиваться на нем? А, вот так... Во, ну-ка, 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 давай туда. Опускайся, ты же никуда не упадешь. Клади голову. Во, Оксан, поняла? Нужно кверху с ногами вот так вот лежать. Это когда вот это, на грядках напашешься. Ты что, вы купили, что ли? Это я вчера купила. Смотри, мама уже за это время сделала там для цветов. Для цветов сделала быстро молниеносно цеплиц. Это передожор какой-то. Не, это вообще круто. Вот так вот. Видишь, это руками надо делать? Опс. Смотри, прикалывайся, мама. Нет, смотри, ноги-то кверху. Вот, с ногами кверху и нормально. Нормалек. Это вот так вот. Все, мое коронное место. Сейчас я вот так вот с ногами закинусь. Пойду попробую. Ты бы даже сказала, Ваня скажет, что это мое. Ну, значит, еще один купим, если будешь в таком лежать. Потому что я тебя знаю. А что, мне удобно? Тебе удобно только вот сейчас. Сейчас через 10 минут будешь скакать везде. Ну, если тебе надо, заедем сегодня возьмем. А ты его где купил? Ну, вот здесь, да. Да? Да. Слушайте, что такое не везет и как с этим бороться? Пошел опять дождь. Говорили, что сегодня будет вроде хорошая погода. Опять пошел дождь. Я сейчас хочу вам показать, что я вскопала. Но мама все позакрывала, все растения. Потому что завтра будет 10 градусов. Ночью холодно. Днем 10, а ночью вообще не знаю сколько. Смотрите, какие тюльпаны. А я себе вот сегодня сделала вот такой вот участочек. Раскопала. Ну, вот сейчас дождь. Нужно было еще пройтись по сорнякам. Пересадила княжек. Вон они три. Видите? Посмотрим там потом, как будет дело. Ну, будет потеплее. Все здесь расчищу. И хочу посадить сюда травку какую-нибудь. Ну, что-нибудь вкусненькое. Типа кинзы я люблю. Может быть, базилик. Что-то такое. А так, ну, пока тепло на улице. Поэтому я с удовольствием хожу под дождем. Ну, видите как. Погода переменчива. Вот это у нас что за цветы? Вот это. Это многолетние какие-то. Эти ты не высажила в этом году. Это многолетние. Я забыла, как они называются. А так вот это ландыши вот сейчас. А зачем мы тогда ландыши у Нади берем? Если у нас у самих ландышей много. Ну, хотела я еще, думаю, посадить. Я думаю, достаточно. Я тоже думаю, что уже достаточно. Я хочу, чтобы ты на дачу приезжала. Вот сейчас сделаем все. И чтобы ты уже лежала. Вот легла на качелю, покачалась. Книжки почитала. Посмотрела что-нибудь интересное. Потому что невозможно все постоянно делать. Это невозможно. Да? Смотрю на него такой деловой идет. Говорю, Вань, смотри, у тебя все в тему. Идет с сумкой-холодильником. Потом у него планшет в сумке-холодильнике. Просто она ему по размеру подходила. Это вообще-то еще пауэрбанк и подставка. Да, померили у Вани размер ноги 37-й. Уже кроссовки жмут, которые в том году покупали. Причем я в том году покупала ему на два размера больше. Потому что я знаю, что у него нога растет. И 37-й размер. Это уже для 13 лет размер ноги. Кто говорит, там Вань поправился. Ну, он растет. Растет, не по дням, а по часам. Сейчас надо как-то онлайн кроссовки ему заказывать. А как вот без примерки? Я ненавижу кроссовки покупать без примерки. Можно купить все, кроме кроссовок. Потому что они должны быть удобные и не должны натирать. Ну, вот сейчас в спортмастере какие-то там летние присмотрела. Что я ему заказала, должны прийти. Вышли с Ваней вечером на прогулку. Ну, сейчас пойдем Оксану встретить. Вань, она навстречу идет. Уговорила она меня ее покрасить. Покрасить. Да. И Ваня сейчас идет такой, говорит. Мам, что это они на этих высах опыты ставили? И что, говорит, больше заняться нечем, что ли, было? Что ты там поешь? Что ты там поешь, Иван? Сегодня сказали, что в Италии многие дети, в общем, обвиняют родителей и думают, что их наказали. Что они сидят дома, что они за что-то наказаны. Говорят, что мы можем себя хорошо вести. Только выпустите нас на улицу. То есть люди немножко не понимают, что происходит в округе. И почему нельзя выходить из дома. Вот Иван у меня не страдает, что он из дома не выходит. Он уже, по-моему, переиграл во все игры. Почему зимнюю? Это кожаная. Она же легкая. Так, ну а я хочу показать вам кромбочки наши, симпатичные кромбочки. Смотрите, какие здесь высадили тюльпаны. По краям белые, но они сейчас закрылись. А посередине такие фиолетовые. Прямо таким треугольником. Такая зеленая поляна. Вот у нас самая главная поляна из тюльпанов. Смотрите, какая прелесть. О, они все уже выросли. Все выросли, да. Смотрите, какая красота. О, как. А я погладю одежду. Ты знаешь, как мне пишут люди? Вы нарушаете самоизоляцию. Вы нарушаете, понимаешь? Мы не нарушаем, мы работаем с людьми. Мы работаем. А вы ли нарушаете в магазины ходите? Ваня, как вы умудрился чуть не упасть сейчас в тюльпаны? Объясни мне. Знаешь, там у нас есть памятная лужа с Ваней. Он в лужу тогда упал по пояс, когда маленький был. Только вышли с ним на улицу. Весь мокрый, по-моему, и шел. Орет идет. По пояс провалился. Это любимый цвет вот этот. Фиолетовый? У меня фиолетовый тоже. А не фиолетовый, а вот здесь вот. Их как-то высаживали здесь. Нет, они попали, я думала. Ну, наверное, как-то перепутали. А вот здесь вот они все фиолетовый. Но фиолетовый, видишь, все позакрывались. А здесь белый, да. Порадовали нас тюльпан. Что ты там делаешь? Чешок. Чешок. Что ты делаешь? Чешешь тюльпан? Да. Ну, кому что? Нам вчера у Оксаны на канале мы делали трансляцию. И написали, что будут поблажки, что можно спортом заниматься. Сегодня я читала указ мэра. И никакого спорта вам было. Нет ничего. До 31 мая. Даже папа сказал, поправился. То говорит, я каждый день, он же под пробежкой. Да все поправились. Мне вот пишут, я поправилась. Вы даже себе представить не можете, как. Я каждый день ходила раньше всегда. По 10 тысяч шагов. Это минимум было у меня. Вот так вот в льва и в путь. А сейчас до холодильника не наматываешь 10 тысяч? А сейчас до холодильника и обратно. И плюс велосипед у меня всегда был. Обязательно велосипед. Велосипед. Я наматывала километр-километр пути. Но кто в Зеленограде живет, тот знает. Вот до МЖК доехать это у нас далеко. Самоизоляция. А сейчас получается, что... А куда мы сюда идем? Ну сейчас обойдем вот так, вокруг. Оксана сегодня, видите, на даче тоже уработалась. Я вот удивляюсь по поводу Оксаны. Я ведь утром и зарядку делаю, и приседаю, и на даче. Возраст. И не ешь много. Нет, это у кого возраст? Нет, ну возраст, так как со временем возрастные изменения, что метаболизм замедляется. У нас в последние сутки ешь много, под большим вопросом. Я могу поесть один раз в день, но много. Не знаю, я не ем много, но я не знаю тоже, почему у меня... Но то, что я двигаюсь меньше, сейчас это однозначно. Но вес... Это мама не горит. Обычно дождь. Обычно дождь, ну как, вам нравится такая погода? Стойте, молодой человек. Интервью. Что рассказываешь о сегодняшней погоде? Я хочу тебе сказать, вот смотри, щепочки какие красивые. Я хочу, знаешь, я сегодня увидела клумба из палета сделана. Так, здорово. Смотри, есть ли мешок, мы сейчас наберем щепочек. Нет, надо купить эти щепочки где-то. И вот так вот красиво сотреоформить поляны. Смотри, как красиво. Только здесь, видимо, уже дети, наверное, побегали, растащили щепочки. Щепочки. Что трава проглядывает. А это ж такие полезные какие-то щепочки-то. Жесть? Что-то с ним таких идёт пока. Ну. А не только если у пиццовиков дождей. Тут много. Здесь такие камни. Оксан, помнишь такие камни в Портените мы с тобой? А вот здесь камни, а возле камня, а что-то здесь. Пойдём фотографироваться. Молодец. А здесь Ваню можно пофотографировать на камне. Ваня. Видите, он как высоко забрался. Как же ты отучился в первом классе в этом году, а? Ваня отучился на ура. Молодец. Ваня, в персонале сейчас всегда такое обучение было. Тогда они бы все бы... Ну, возможно, и хотят, может быть. Чтобы никто ничего не знал и не умел. Умел вот только по камням прыгать. Ваня у нас в математической способности. Ну. Математические? Давай проведём эксперимент. Давай, не иди сюда. Иди сюда, быстрее. Сейчас над тобой эксперимент первого класса. Так, тест на первый класс. Давай. Давай, Ваня, не просидите. 5 плюс 6. 5 плюс 6. 6. Так, давай, давай. 11. Молодец. 5 плюс 4. 10. 4 плюс 3. Завис. 7. Молодец, Вань, ты должен... Подожди, подожди. Ну, нужно, чтобы быстро отвечал. 2 плюс 5. Тебя в передаче покажут. По ТВ. Скажут, блин, первый класс. Оооо. Вот так вот. Вот тебе и логические. Логические. Чайки. Ваня говорит, сейчас главное, чтобы, говорит, они в туалет не захотели. Вань, давай, иди под зонт ко мне. Вань, ты знаешь, анекдот есть такой, старый-старый анекдот. Идут Ленин и Горький. И тут, ну ладно, неважно, идут два человека. На одного из них покакала птичка. И второй говорит, о, говорит, хорошо, что коровы не летают. Ну так кто тебе не мешает. У нас на даче много этого добра, используется как удобрение. В общем, кто меня спрашивает про пылесос. Вот часто спрашивают. Вон он, у него база там. Вань, скажи модель, потому что я не знаю, заказывал муж, и я понятия не имею. Xiaomi 1S. Xiaomi 1S модель. Xiaomi 1S. В общем, покупали, я не знаю, на каком сайте покупали. То есть это не реклама пылесос, я понятия не имею. На каком-то из сайтов. В общем, устанавливаете программу в телефон и управляете. А мне телефона нельзя? Да тоже как-то можно, но... Ну, там висит, давай, Вань, показывай. Дело в том, что я не вникаю. Я даже не знаю, как им пользоваться, я им не пользуюсь. Пользуются Ваня и Андрей. Они там как-то... Вот это приложение, я просто закрываю. Ну, там все равно его не видно, Ваня. Это я сам. Это сейчас я. Вот. А можно сделать программу, что он сам будет выезжать? Ну, как бы, как это все делается, я еще раз говорю, не знаю. То есть хорошо, что... А кто вытряхает? Андрей вытряхает, там есть специальный... Этот пылесборник, разумеется. Вон, видите, где пылесборник. Даже пыль уже здесь есть. То есть, ну, вот для кошек, для собак, когда много у нас вот этой вот шерсти везде кругом. А вы где с кем купили? Ну да, Ваня, вон. А почему коричневый, а не белый? А потому что диван коричневый, во-первых. А во-вторых, белое, оно слишком маркое. И я решила, думаю, пусть будет коричневое. Потому что... Потому что Ваня у нас очень аккуратный парень. И я знаю, что он туда что-то прольет или что-то сделает. Скоро будут роботы, допустим, яичницу, да? Да. Так я и говорю, все к тому идет, что люди скоро будут не нужны. Большая часть людей, как бы, если тебя будут обслуживать роботы. Я бы сразу, когда вот это новшество появится, если мы доживем... Нет, смотри, а ты... Я бы сразу массажистку, массажистку. Нет, а ты уверена, что у тебя будет достаточно денег, чтобы тебе вот это... Потому что очень много профессий отпадет. Как у нас мама всегда мечтала, чтобы продавцы не крали роботы, чтобы продавцы обслуживали на работе. Говорит, я бы, говорит, их наняла, и хорошо, не надо там никого контролировать. Звери поставили тоже этого робота, сам подходишь, допустим, я уже... Ты пробовала вкус вверх? Ну, я... Раз пробила я, допустим, нечаянно два раз, убрала сама. Там еще что-то пробила. Ну, пока стоишь, щелкаешь и два раза. Раз убрал, а ведь могут и обмануть так. Так запросто, конечно. Я у них спрашивала, она говорит, ты не спрашивайте. Ну, сделали, сделали. Ладно, пойдем краситься. Оксана, значит, какую краску покажи? А то у меня 100-летняя, как бы угодно с ней вышла. Вот такой вот краска. Вот такой цвет получится. Парикмахер. Мне еще щелку концы подстричь, пожалуйста. Я не парикмахер, я подстригать не буду. У меня волнистый, я не знаю. Я тебя знаю. Нет, нет. Ваня, ты тогда будешь подстригать с папой. Я вот... Просто, знаете, Оксана, она говорит, вы меня только подстригите, я потом не буду возмущаться. А потом что-то там один волосок будет не так, и она будет... А зачем я это сделала? Зачем я тебе доверила? И все такое. Поэтому я вот... Я броска, вы свой, как самая зная. Пошли, я не парикмахер. Пошли. Итак, импровизированная парикмахерская. Хорошо, когда раковина большая. Сейчас Оксаночку быстренько покрасим. Ну, вот этого, конечно, мало, но на корни, наверное, достаточно. Не только на корни. У меня есть кисточка, слава богу. Так что поехали. Ужин у нас сегодня тушеная капуста. В диетических целях. Ну, кстати, мне говорят, почему не добавляете сюда пасту томатную? У меня повышенная кислотность, у меня рефлюкс. У меня вообще капуста нежелательно есть, но я ее очень люблю. Но томатная паста, она, соответственно, добавляет еще больше кислоты. Что? Что ты хочешь? Поэтому я без томатной пасты. Оксану показываю сейчас. Не, ну я только волосы покажу, потому что только с душа. Она себе сама подстригла челку. Но немножко, получается, корни, видели, обесцветились. Немножко. А мне нравится. Ну, самое главное, чтобы тебе нравилось. А Ване прислали посылку, какой-то они очередной с папой телефон заказали. У нас телефоны там уже не помещаются. Там вот место для зарядки. Там уже просто не помещается ничего. А вообще-то я хочу просто надевать, чтобы посадить. Он будет обзор, да, делать на его канале. Будет делать обзор. В общем, дорогие друзья, вот таким вот образом прошел наш сегодняшний день. Очередной наш сегодняшний день. Ну, конечно, сегодня много на даче выполнить не успели, не смогли. Но у нас впереди еще весна, все лето и даже осень. Так что успеем все сделать, все, что нужно. Ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, здоровья. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Сцены жизни своей, как картинки из снов Иногда не дают нам покоя Словно был ты собой А быть может не ты Из вчерашнего в мир этот вышел Ведь полжизни ушло Как у всех на понты А хотелось, чтоб кто-то услышал Поговорим за жизнь Без трепа, без пустого Есть повод у друзей Честное слово Поговорим за жизнь Без трепа, без пустого